привет друзья на дворе уже 24 год февраль как быстро летит время в предыдущих видео я делал обзор по ландшафтному дизайну там давал свои мысли как мы планируем обыграть эту историю вот сейчас как раз мы многое сделали за это время вот и предлагаю поделиться как говорится мыслями и впечатлениями и так мы руководствовались тем что когда мы здесь отдыхаем у нас маловато место получалось вся тусовка собиралась вот в той зоне там всего пять посадочных мест приходилось туда постоянно что-то добавлять поэтому основную зону отдыха мы сейчас сконцентрировали вдоль дома то есть вот тут у нас выход получается на террасу без барьерная зона и мы получаем сразу первое бассейн с зоной загара где-то на 8 шезлонгов вот примерно так они встанут соответственно это проход тут мы ничего ставить не планируем дальше вот здесь у нас посадочная зона а-ля лагуна здесь можно посадить человек 15 по нормативам она выполнена с подогревом сделана подсветка ледовская понизу вот поставили здесь перголы она у нас решает две задачи первое закрывает нас от соседей от бокового просмотра и второе она имеет стеклянное перекрытие наверху мы его сейчас будем ставить соответственно почти половина нашего так называемая лагуна она перекрывается теплые лавки с подогревом которые мы сделали технологии обычные теплые полы то есть положили спираль подключили ее вот подразумевается что с бассейна люди мокрые могут выходить приходить сюда и здесь как бы греть свои попы в этой зоне у нас может быть будет стоять обеденный стол может быть она сейчас полностью закрыта стеклом поэтому здесь можно поставить нормальную мебель и так далее вот эта стена сюда напрашивается лад экран уличный на всю длину здесь получается 3 на метр шестьдесят высота и его очень хорошо будет видно как раз вот из этой лагуны посадочная зона здесь получается у нас мы рассчитывали посадку из расчета 60 сантиметров на человека глубина тоже 60 бетон с подогревом как я уже говорил но можно положить подушки вот обрабатывать мы будем керамогранитом скорее всего и и соответственно получается что зона отдыха здесь зона отдыха тут вот здесь может какой-то диванчик угловой стать там проход декоративный и зона для загара вот как раз около бассейна летом здесь всегда солнце плюс на эту зону мы замкнули сразу вот эту летнюю кухню беседку то есть сделали ступени там есть проход и будем доливать сейчас площадку увеличивать там как бы зону рабочую зону этой кухни барбекю теперь тоже работает как бы по кругу доступ есть можно отсюда зайти можно зайти оттуда территория наверху она теперь у нас просто зеленая зона отдыха такой типа аля можно уединиться там посмотреть на рыбок на том газоне можно позагорать вот ну то есть вся концентрация сейчас отдыха она внизу наверху у нас получается лестница на террасу здесь мы сейчас ставим такой же перголу как и внизу вот и там я думаю будет сауна наверху и джакузи и зона для загара тоже то есть по сути это такая спа спа зона верхняя для приема солнечных ванн зимой там много снега и как говорится после сауны приятно провести то время вот лестницу мы заказывали у нашего польского поставщика она пришла как лего в разобранном виде и основной это крепежный столб площадка и вот этот крепеж к нашему козырьку все остальное площадка нижние и ступеньки это все по сути крепится просто собирается на болтах также лерное ограждение все приходит уже в готовом виде вот ну пока вот такая история здесь напрашивается еще озеленение какие-то туи посадим или рододендрон вот этот участок тоже закроем лагуну мы решили просто озеленить то есть превратить ее в такой кустовой оазис вот посадить там всякие вечно зеленые растения кусты цветы вот эта вся зона она просто будет зеленые подсветки мы сделали вон там у нас такие прожектора стоят которые очень хорошо ночью освещают кроны деревьев ну и в принципе наверное здесь у нас больше особо ничего не нужно работы я доволен вот особое внимание тоже хочу ваш обратить на шаг укладки террасной доски то есть тут не надо экономить если вас доска пустотелый вот как у нас то я рекомендую шаг до 50 сантиметров не более лучше 45 сантиметров даже чтобы не было ни малейшего прогиба когда вы как говорится эксплуатируете уже эту террасу мы тут кое-где промахнулись шагом но сейчас усиливаем ставим дополнительные лаги мы короче устраняем вот эту всю историю здесь у нас это же террасная доска но у нас выходит прям в уровне вот отметка бассейна то есть вот тут переход получается вот по террасе и дальше она дальше на на одном уровне вот так же в таком же направлении она уходит вот туда до конца здесь я хотел если помните я говорил старым видео я хотел сделать крышку которая сдвижная туда-сюда но как говорится на все сил и времени не хватает то сейчас это уже не получится потому что подпорная стенка мы ее поставили видите как раз створе бассейна поэтому направляющую туда мы уже не можем как бы применить ну будем думать будем что-то думать другое как нам защитить себя от листьев но в данном случае опять же не проблема потому что бассейн небольшой он больше у нас как купельные тут горячая вода тут холодная вода эти ступени сидушки сделаны так чтобы можно было как бы удобно перелазить отсюда туда а заход в бассейн мы решили вот сделать как бы оттуда вот под таким ступеньком эта половина работает как полезная лестница эта половина как сидушки можно просто сидеть там и и пить пиво например и общаться с дамами которые любят загорать постоянно вот но как-то так по перголом мы не стали покупать готовые из-за каких-то безумных цен то есть здесь на местном рынке в будапеште нам насчитали вот на эту перголу 7 на 8 56 квадратных метров цена получалось где-то под 40 тысяч евро вот турки дали цену 30000 и поляки дали 22000 вот но учитывая что у нас было стекло и нам нужно было своя специальная форма вот 50 сантиметров нам нужно было всего разрыв получить у нас стекла 50 на 3 360 кажется ну короче говоря два стекла у нас перекрывает вот эту 8 метровую зону поэтому здесь была задача первое сделать недорого поэтому мы применили систему ферм из обычной доски 25 на 100 сделали такие фермы усилили углы далее мы умеем работать с металлом организовали вот такие декорации крышки и мы рассчитали нагрузку на прогиб с учетом того что стекло весит две с половиной тонны и плюс снег вот это зимой был до ну до метра на этом выпало то есть это еще где-то тонны полторы в общей сложности наше снег весит 300 килограмм на кубометр 56 квадратов здесь умножаем ну давайте на полметра хотя бы да это уже получается порядка 25 кубов на 300 но около тонны поэтому запасом полторы тонны значит нагрузка которая максимально может здесь быть это около 3 тонн поэтому мы рассчитывали первое как бы ригеля достаточно мощной конструкции плюс мы сделали вот так называемую расческу брус здесь 100 на 300 мы применили завели его на колонны силовые наши и он как бы принял на себя нагрузку вот этой перголы там она зафиксирована закреплена на специальный крепеж такой седловой так его назовем прям силовый ригель здание и здесь она у нас стоит на правильных шпильках чтобы не было замокания чтобы дерево долго это долго жила уклон мы сделали два градуса и что еще здесь из нюансов по перголе нюанс такой уклон два градуса и когда вот с улицы оттуда смотришь на перголу то она но было видно что она клюнула из-за уклона вот это вот эта часть пергол она как бы завалена была визуально поэтому мы сделали вот такую раму декоративную поставили сверху во первых она взяла на себя вот эту нагрузку боковую очень жесткая конструкция получилась и она нам убрала визуально как раз вот этот клюв то есть сейчас уклон не видно вот с улицы это один момент важный и второй момент мы предусмотрели вот по перголе учитывая что она у нас полностью заходит в здание вот в это мы оставили технологические щели по бокам то стекло не будет примыкать полностью расстояние остается до здания вот как здесь где-то 30 сантиметров тут там сантиметров 40 щели там тоже 30 для чего это сделано чтобы было куда выходить воздуху то есть чтобы снизить нагрузку по парусности вот потому что когда серьезные ветра мы уже с парусами тут проверяли у нас беседка вот здесь стояла но у нас просто летала туда аж вот дата и до того сарая вот поэтому как говорится ветровая нагрузка тоже вопрос очень важный забывать про нее нельзя ни в коем случае вот по бассейну в принципе тут все готово проблема в том что делали зимой ребята которые мембрану клеили и мне такое ощущение вот там пузыри вы видите за меня такое ощущение что она была задубевшая сейчас она как говорится расслабилась появились провисы я им еще не оплачивал за эту работу на эту проблему я как бы четко показал что есть такая проблема и они сейчас будут думать как нам это устранить вывод зимой лучше бассейнами не заниматься то есть я вот поспешил благо как говорится я не заплатил за эту работу поэтому по пандосов у меня не будет вот но специалисты которые его выполняли эту работу они в принципе должны были запретить мне сказать нельзя просто нельзя и все но и нельзя нельзя и проблемы не было это приблизительно вот как здание если мы строим и если мороз и нельзя заливать фундамент то мы говорим нельзя и не заливаем и не заливаем но вот они решили как говорится рубануть денег с нас деньжат по быстрому ну теперь будут разруливать эту историю так наверху у нас тоже вот такая же пюргола сейчас она выглядит как бы немножко несуразно когда мы закроем нашими декорациями она будет смотреться как единый комплекс от нашей виллы но почему мы ее сделали ну во первых она дает так бы ощущение третьего этажа плюс там зона отдыха и ее после сдачи можно будет перекрыть использовать там допустим поставить там сауну ну как говорится чтобы за шиворот не падал то есть в принципе она и снизу неплохо смотрится она нам дала такой дополнительный как бы объем нашему зданию плюс все сделано как бы гарнитурно все похоже тут там одна стилистика поэтому я думаю что это как бы будет тоже неплохо сразу уже закончить чтобы потом не возвращаться к этой крыше ну как то так на этом все а пока пока